Приветствую вас. Вначале я хотел бы ответить вам на тот вопрос, который вы задаете в заголовке, а потом, наверное, отвечу вам по ходу текста. Видите ли, вопрос о том, стоит ли меняться, достаточно такой актуальный и болезненный. Вот мы встречаемся с человеком, мы как-то начинаем иметь одно же отношение, когда связываемся с ним, да, и вы знаете, ну, рано или поздно возникает вот эта вот потребность, потребность в том, чтобы меняться. То есть от нас требуют изменений и, собственно говоря, без этих изменений человек уже вроде бы как отказывается нас адекватно воспринимать. Вроде как без этих изменений человек уже и не хочет нас воспринимать. Вроде как без этих изменений человек уже относится к нам совсем по-другому. И вот это является очень богатым, потому что мы не всегда можем понять, стоит ли нам действительно меняться ради человека. Или, например, этот человек, он не оценит того, что мы для него делаем, и меняться ради него не нужно. То есть вот это вот не всегда понятно. И отсюда появляется такая, на мой взгляд, потребность в том, чтобы выработать определенный низкий такой, ну, если угодно, универсальный прием в поведении, чтобы можно было разрешать эту проблему, как, значит, вам нужно понять, что вообще-то говоря, вообще-то говоря, меняться ради кого-то, меняться для кого-то, ну, не так уж и плохо. Меняться можно, но только, знаете, не во вред себе. Если вы чувствуете, что изменения, которые от вас требуют, вам вредят, если вы чувствуете, что изменения, которые от вас требуют, вам, вас напрягают, и вы чувствуете, что вы перестаете быть, например, собой из-за этих изменений, то, конечно же, тогда меняться не стоит. Потому что, ну, ничего хорошего из этого не получится за вырочетание. Далее, теперь по ходу вашего текста, по, так сказать, общей направленности вашего текста, я бы тоже хотел что-то сказать. Ну, во-первых, то, что вы ревнуете моего молодого человека, это очень плохо, и это вам, ну, знаете, это вам ничего хорошего, вообще, не ничего. То есть, вот то, что вам нужно понять. Ревность, так же, как истерики, и все, что вы делаете, как бы, все, что вы делаете с целью привлечь внимание мужчины, это происходит из-за неуверенности в себе, к сожалению. И вот причины этой неуверенности в себе с вами нужно разбирать. Потому что не очень они, ну, например, понятно. То есть, да, понятно, что это идет у вас и с детства. И в детстве у вас были серьезные проблемы. Нужно повышать свою самозырку, нужно быть более уверенной в себе. Нужно понять, в чем именно вы в себе сомневаетесь, допустим, и почему, с чем это связано. Ваши сомнения в себе. И дальше вам нужно ставить перед собой задачи, в первую очередь по достижению, в первую очередь по достижению определенных целей, которые смогли бы изменить ваше отношение к себе же. Вот если вы будете именно это делать, если вы обратите внимание сейчас больше на себя, то если вы не будете, например, требовать от человека изменить свое отношение к вам, а вы будете для начала менять отношение к себе, вот это будет, вообще-то говоря, справедливо. То есть, нужно подумать, в чем именно вы в себе сомневаетесь и почему. Далее, необходимо выявить тип этих сомнений. Тип этих сомнений связан либо с тем, что вы не принимаете в себе каких-то моментов, связанных с продолжением, условно говоря, ваших достоинств, то есть, того, что делает вас с собой. Или вы не хотите купировать в себе какие-то определенные недостатки. И вот нужно определить, являются ли эти недостатки продолжительными с продолжением вас. И тогда их нужно принять, либо выбор у вас в этом случае совершенно нет. Вам нужно принять себя, потому что в противном случае вы рискуете потерять свою самобытность и уметь эти недостатки представлять так, как будто это ваше достоинство. Это было бы справедливо. Но если есть такие недостатки, которые не являются продолжением ваших достоинств, тогда от таких недостатков нужно не добавляться. И это только путем специфического целеобразования. Также, ну вот вы пишите, что у вас появляется паника, когда у вас что-то не получается. Соответственно, паника это что? Очевидно, что паника есть суть страха. И нужно определить, чего вы смазите. То есть, почему для вас так страшно, если у вас что-то не получается? Может быть, ваши родители приучили вас к тому, что если у вас что-то не получается, то вы сразу автоматически становитесь, например, плохой. И так и надо. То есть, страх нужно перевести из плоскости мистических представлений, коими они, коими, коим он у вас сейчас является. Вы представление, по большому счету, рациональное, которое имеет четкое представление, имеет четкий образ в сознании, и вы сможете реально корректировать свое поведение, исходя из негативного фактора, из негативного обстоятельства, которое скрывается за этим страхом. Это вот тоже вам желательно бы понимать. Ну, и последнее, но не значит, что если это последнее, то это не значит, что это не важно. Последнее это детско-родительские отношения, и конечно же, детско-родительские отношения также очень важны. Если вы пишите, что значит ваши отношения с родителями складывались очень плохо, то нужно проработать причину, по которой это произошло. Вам, если остались обиды на родных, обиды желательно отпустить, чтобы они не влияли все-таки на вас, чтобы они не мешали вам как-то существовать, и тогда вам будет проще. Далее, если говорить про вспыльчивость, то у вспыльчивости есть достаточно много причин, и одна из причин это постоянный внутренний конфликт, постоянная внутренняя напряженность, и тогда нам это, конечно, желательно бы снять, то есть понять, в чём суть напряженности и избавиться от неё, либо стараться себя контролировать путём акцентирования внимания на определённых моментах. Я надеюсь, что это тоже, в принципе, можно сделать достаточно легко. Вот так можно ответить вам на вопрос. Вот так можно обрисовать ваши проблемы, и я надеюсь, что вам было полезно то, что я сказал. На этом, пожалуй, можно закончить. Я надеюсь, что помог вам. Лучшим вариантом, идеальным вариантом для вас было бы поработать с психологом, приватно разобрать свои проблемы, но здесь уже как сами решите, так всё и будет. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А если ко мне остались вопросы, пишите в личку, помогу. Всего вам доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!